Подотряд щуковидный я привожу в данном случае схему из жизни животных. Она как бы не цветная, зато заметно чем отличаются и чем походят. У щуки рыло выдающееся, по которому мы обычно щуку определяем, оно только у щуки обыкновенной. А вот эти щуки другие, они отличаются порядочно, у них рыло это обычное. То есть признаками является вот этот плавник спиной, он у них похожий, можно посмотреть, сдвинутый назад. Наличие вокруг рта межчелюстных и челюстных костей, которые заметны, что вот с костями такой. Циклоидная чешуя это у всех костистых рыб. Ну и в основной дате питания все-таки хищные, а не рыбы. Вот щуковидные они делятся на щуковые и умбровые. Щуковых 5 видов и умбровых тоже 5 видов. Умбровые маленькие щуки, американские большей частью. Значит семейства щуковые. Вот сюда относится обыкновенная щука, эзокс, по латыни она будет, эзокс люциус, это обыкновенная щука. Обыкновенная щука распространена в Европе, в Азии и в Америке. И есть мелкие виды, которые только в конкретных местах. Допустим, есть амурская щука, которая в бассейне Амура. И есть 3 вида мелких американских щук. Москинок, москинонг. Полосатая щука и красноперая щука. Ну вот эти другие виды, они обычно в каких-то узких, вокруг каких-то узких озер и так далее. А основной вид, конечно, это обыкновенная щука. Обыкновенная щука, как правило, предпочитает озера и заливы рек. И амурская щука тоже похожее поведение. Обыкновенная щука примерно уже в возрасте, когда ей 5 сантиметров, переходит на хищное питание. То есть она даже когда совсем маленькая, она уже хищница. Ну и достигает порядочной длины обыкновенная щука. Самая крупная щука это москинонг американская. Обыкновенная щука и все на нее похожие живут где-то 20 лет или больше. То есть щука в среднем живет лет 20 примерно. Ну чем она больше живет, тем она толще и длиннее. Красноперая щука это, в общем-то, великие озера американские в основном там. И предпочитает там участки с сильно развитой растительностью всевозможные. Красноперая щука живет не более 10 лет и поэтому она маленькая. К тому же у нее замедленный темп роста. То есть она где-то до 30-40 сантиметров только красноперая щука американская достигает. А наша обыкновенная до 1,5 метра. Ну, характеризую российских щук. Это обыкновенная и амурская. Обыкновенная щука это бассейны Черного, Азовского, Каспийского, Аральского морей. Бассейн Северного леда и 2 океана, то есть по всей Сибири. И Охотского моря. Ну, по сути, это вот все, значит, Россия. Обыкновенная щука есть во всей России, кроме Таймыра. Длина до 1,5 метра, масса где-то 35 килограмм. Вот такие у нее максимальные показатели. Держится она обычно в зарослях какой-нибудь водной растительности, из которых она выпрыгивает и жрет рыбу, проходящую по реке. Пятнистая окраска тела, светлые полосы. Ну, она обычно красится под прибрежную растительность. То есть она может быть серо-зеленая, желтоватая, бурая, в зависимости от того, какая там трава растет возле реки. Потому что она вот под нее маскируется, собственно. В озерах может быть серебристая, там, где травы мало, она уже тогда под воду красится. Щука чувствительна к содержанию кислорода, поэтому вот есть такие заморные водоемы, которые вот зимой, допустим, там перекрываются льдом, там снижается содержание кислорода, и у щуков таких дохнет. Вот. Голова удлиненная, нижняя челюсть выдается вперед, зубы на нижней челюсти служат для захвата жертвы, а остальные зубы ее просто, то самое, мешают выйти добычей. Вот она захватила добычу и зубами закрыла, и не может вырваться дальше добыча какая-то. Ну, у нее много зубов, они впиваются там, у нее приподнимаются зубы из слизистой оболочки и впиваются в жертву, когда она ее захватила. Обычное поведение щуки, это она неподвижно стоит где-то в траве и внезапно бросается из этой травы. То есть под траву она красится и делает вид, что она трава, и внезапно из травы выскакивает щука и хватает чего-нибудь там, рыбу обычно другую. Щука захватывает добычу с головы. Если она случайно захватила не за головы, а с хвоста, то она поворачивает рыбу и глотает ее именно головой. Чтобы в щуку голова шла. У нее хорошее зрение, ориентируется в основном зрением, а также боковой линией. У них зубы, то они живут 20 лет, у них зубы стачиваются, поэтому у них есть механизм замены зубов. Когда одни зубы стачиваются, у них есть запасные косые ряды из замещающих зубов. То есть один зуб стачился, она второй высунула после этого. Так как зубов она не чистит, питается мясом, естественно, они у нее гниют, как у всех хищников. Ну вот она их заменяет. Когда у нее идет замена зубов, тогда она крупной рыбы не ловит, то что у нее зубов нет у щуки в это время хороших. Ну, щука размножается где-то уже с трех лет своей жизни и живет 20 лет. Самки отличаются тем, что они крупнее самцов, и у них наиболее, так сказать, они возбуждаются на крупную самку. То есть чем у них самка больше, тем больше у нее ухажеров. У них, короче, размер женщины, это основной, короче, фактор, который привлекает самцов. Мечет икру она после стаивания льда, то есть ранней весной. Во время нереста щуки выходят на мелководье и там плещутся. То есть вот нерест, опять же, это она близко к берегу и тоже сходит с ума. Щука, хотя она обычно достаточно осторожная, когда нерестует, как и всякая прочая рыба, она, короче, не обращает ни на что внимания, кроме размножения. Поэтому в это время, когда щука нерестится, ее там можно топором глушить, острого ее там, короче, из ружья можно подстрелить щуку. И как раз вот на нересте щук в основном браконьеры и ловят в больших количествах. В принципе, даже можно просто надеть резиновые сапоги, зайти в воду, и щуки в это время ничего не кусаются, они вот только размножением заняты, и прямо вот у ног будут щуки ебаться. Щуки, они за одной самкой, у них несколько кавалеров, где-то от двух до восьми. Чем крупнее самка, тем больше за ней. То есть вот одна самка плывет, и за ней штук пять-восемь мужиков плывет. Потом она останавливается, они когда плывут, они как бы то к ней прижимаются, то где-то над ней держатся, то есть все, чтобы самку не уплыла никуда, чтобы точно оплодотворить. Вот, трутся при этом осякие соседние предметы, просто им уже все равно, им надо вот именно вот самку сохранить, чтобы размножение было. Ну вот, они плавают за ней по этому нерестилищу, и в этом заключается, собственно, нерест. И когда она плывет, она выметывает икру, а вот этот весь шлейф кавалеров, они все пытаются эту икру плодотворить, чтобы вот они тоже, их гены куда-то пошли потомству. То есть она икру выбрасывает, а эти все от двух до восьми, вся команда оплодотворяет. Такая система у них, одна самка до 215 тысяч икринок выделяет. Икру она разбрасывает, тут же она у нее клейкая, поэтому она приклеивается обычно ко всяким растениям. Потом клей постепенно высыхает, иклинка падает, и лежит на дне, на дне она как раз развивается. Иногда они могут и без всякой растительности, то есть сразу на дно выбрасывать икру. Если после нереста вода уходит куда-то, то что реки же меняют постоянно там свой состав, да, русло, берег, то есть высыхают, поднимаются и так далее, если вода ушла, то икра погибает. Вот в водохранилищах, когда щука нерестится, там часто погибает у нее икра, то есть водохранилище плохо влияет и на щуку, хотя она, в отличие от лосося, ей не надо идти высоко в реку на нерест. Но она все равно водохранилище считает за озеро, и там нерестится, а водохранилище меняется все время берег, поэтому икра погибает. Часто там образуются пойменные озера, то есть река разливается весной, щука нерестится, а потом река отошла и получилось озеро, ну вот тогда в этом озере и будет жить щука. Развитие икры примерно 8-14 дней, тоже чувствительно к температуре, если будут заморозки, то может погибнуть. Маленькие ей питаются маленькими рачками, циклопами, дафниями, но даже когда полтора сантиметра маленькая щука, она все равно уже может захватывать, допустим, личинок других рыб. Вот тенденции жрать другую рыбу у нее прям вот с детства. Когда она достигает примерно 5 сантиметров, она ест уже исключительно маленьких других рыбок. Все, из 5 сантиметров она только уже все, у нее животное питание, по большей части другая рыба. Но в принципе, если нет другой рыбы, то щука может переходить на питание беспозвоночными. То есть, личинками паденок, водяными осликами и так далее. В пойменных водоемах, которые потеряли связь с рекой, то есть, была короче река, потом она отошла, и получилась какая-нибудь старица там или тому подобное озеро. Вот там идет неравномерный рост щуки. Мелкие начинают питаться насекомыми, мелкие щуки, а крупные щуки едят мелких. У щуки развит каннибализм. То есть, когда есть нечего, когда рыбы нету в озере, то крупная щука будет есть мелкую щуку. То есть, каннибализм у них, если, допустим, у них 10 сантиметров и более, она выросла. То есть, они, во-первых, большие не вырастают в таком водоеме, но они делятся на маленьких и крупных. Маленькие едят насекомых, а крупные едят маленьких. Ну, в принципе, щуки круглый год питаются. Если все нормально, это вот я экстремальные условия писал, в нормальных условиях она особенно откармливается весной, когда на нерест идет всяческая рыба, вот ранее описанная. Всяческие лососи идут на нерест из моря, да, и всевозможные другие. И дальше еще буду эту проходную рыбу. Вот когда рыба весной из моря в реке устремляется всевозможное, вот тогда щуки самое счастье. Щука там как раз в реке живет и всех их жрет. Они, когда идут на нерест, обычно теряют всякое соображение, тем более они в реке и не привыкли спасаться. Значит, когда вот это проходит, все равно щуки есть чем питаться. Она обычно питается, ну, самой обычной рыбой, которая в этом месте. Допустим, в озере щука любит жить. В озерах она питается плотвой, окунем, ершом, и так далее. В проходной реке, соответственно, гольцом, гальяном, бычком и так далее. Вот то, что там в реке есть, вот все она собственно и ест. Щука может утаскивать мышей, крыс, белок. Если они пытаются реку переплыть, белка может плавать, но в реке может схватить щука и съесть. Щуки могут атаковать уток. Даже, хотя у утки тоже есть, чем защититься она может. Самки больше питаются, потому что они размножаются. Примерно в два раза больше у них самка ест, но она у них и крупнее у щук. Могут они атаковать крупных рыб, я говорю, им все равно, они могут и друг друга есть, в принципе, если нечего есть. Ну и щука довольно наглая и такая. Даже если рыба размером с нее или больше она может, она смелая. Ну, пытаются их даже разводить, потому что в водохранилищах они плохо. Сейчас много водохранилищ везде из электростанции, они там живут, но плохо размножаются. Поэтому разводят в прудах. Мясо считается диетическое, ценное. У нее мясо не жирное, то есть это как раз вот такая сухая рыба, без жира, но она малокалорийная, соответственно. Поэтому мясо щуки считается хороший продукт диетический. Правда, у нас сейчас практически не встречается. Ну, рыба вся вообще пропадает. Я в 80-е и 90-е, вот считается, что голодные годы, но щуки всякой дофига там ел, осетра и так далее, было гораздо больше разнообразной рыбы. Сейчас она практически вся пропала. Все знают, что в магазинах довольно стандартный набор, щуки я там практически не встречал. Ну, может быть, в крупных магазинах, крупных городах, я сейчас в маленьком живу. Щуку я давно не видел, а вот в детстве я щуку постоянно ел, она была в разных видах магазине. Консервы там и делали из нее такую фаршированную щуку. Продавали, я помню, в 90-е все. Ну, в общем, максимальная щука достигает полтора метра и масса 35 килограмм. Однако есть масса истории, как известно, рыбаки рассказывают, как они там щук ловили и прочих больших рыб. Есть истории, что 33-летнюю поймали, огромную. Ну, и всевозможные вообще совершенно фантастические про щуку 140 килограмм и тому подобное. По большей части это все надо проверять. Ну, вот я и говорю, что истории, которые записаны в каких-нибудь летописях. В общем, куча легенд всяких про то, как поймали большую щуку. Ну, рыбаки врать любят, как известно. В Великобритании в 79-м году прошлого века издали кадастровую книгу гигантских щук, где были именно подтвержденные большие щуки с фотографиями. И вот самая большая русская, это 34 килограмма подтвержденная, поймали в озере Эльмень в 1930-м году. Вот самая большая 34 килограмма в России. В Ирландии зафиксированы щуки до 38 килограмм. Ну, и тем не менее, общая тенденция, что падает их масса. То есть, уже в конце 20-го века больше 20 килограмм щук не ловили. Вообще, разнообразие рыбы и ее качество падает весь 20-й век из-за вот этого всего загрязнения природы, вылова постоянного и так далее. То есть, рыба мельчает, сжать, потому что рыбе тоже нечего, особенно щуки. Нету рыб других в реке, все. Поэтому вот так вот с рыбами постепенно прощаемся. Попытки их разводить, насколько я понимаю, серьезных каких-то результатов так и не дали. Ну, так, чтобы вот прям не ловили, а только разводили, такого до сих пор нет. Амурская щука походит на обыкновенную щуку, у нее родственная, это один род. Мелкая чешуя, длина где-то 30 сантиметров у нее, в молодой щуке амурской. На боках тела у нее всевозможные пятна. Вот амурская щука, она напоминает тайменя. Ну, на картинке заметно, чем отличается амурская щука. Такая нормальная щука до 70 сантиметров, амурская. Ну, и масса где-то 3 килограмма. То есть, она мельче все-таки, потому что нормальная и обыкновенная щука до полутора метров. В два раза меньше нормальной щуки. Она, соответственно, на амуре полностью живет и нерестится. Подстроилась под режим амура. Там три паводка, весенний, летний, осенний. И под это дело она и нерестится. Нерест у нее обычно где-то в конце мая, там, в июне на амуре. Чем выше температура воды при нересте, тем больше гибнет икры. Ну, и тоже, когда до 5 сантиметров дойдет, она тут же начинает питаться другой рыбой. Амурская щука. То же самое все. Семейства умбровые, родственные щукам, но совсем маленькие. Это исключительно американские. И там три их разновидности. Евдошка, навумбра и далее. В Европе есть, правда, европейская евдошка, один только вид, но в основном все остальные, они в Америке. Умброва это маленькая рыба, не больше 20 сантиметров, то есть это микрощука такая. Короткое рыло, вот мы привыкли, что именно щука отличается длинным рылом. Вот у евдошки короткое все равно, а спиной плавник походит на щуку. Ну, они мелкие, зато они хорошо переносят, допустим, недостаток кислорода, и евдошки могут даже дышать воздухом атмосферы. Когда пересыхает, или там, допустим, льдом покрылось, вот щука с большой вероятностью задохнется, а евдошка нет. Потому что евдошка дышит через плавательный пузырь, как и многие двояко дышащие рыбы тоже может. Волнообразно колышет этим спинным плавником, а также она, короче, двигает при движении вперед грудными и брюшными плавниками одновременно, то есть плывет плавниками она тоже. Держится, опять же, она где-то в иле, где-то в растительности, может закапываться в ил. Ну, вот эти все двояко дышащие, они любят так же и закапываться. Нерестятся примерно в возрасте один год уже. Икринки мало выбрасывает самка, где-то полторы тысячи всего икринок, это мало для рыбы. Самцы крупнее самок, нерестятся они весной, эти евдошки. Питаются, их маленькие евдошки питаются рачками и личинками, а взрослые бентофаги. Взрослые, кстати, тоже питаются в основном личинками насекомых, комаров, поденок, моллюсками, то есть она даже и не хищная, в общем-то, эта евдошка, но потому что она маленькая, она, соответственно, ест насекомых, а не других рыб. Американская щука любит жрать американскую евдошку, которая ей родственна, поэтому евдошку используют как наживку при ловле щуки в Америке. Ну, на картинке вот эта европейская евдошка, коричневатая бока, Дунай, вот в основном там Днестр, там может быть, то есть вот Венгрия, Югославия, бывшая, вот в тех местах там вот эта евдошка может быть европейская. Американская евдошка, ну, такая с черными пятнами, в основном бассейн Мессисипи. Можно упомянуть также Далию, из этих ребят из Умбровых, потому что Далия есть, допустим, на Чукотке, и на Аляске. Далия это, в общем-то, арктическая, та же самая евдошка, то есть просто северная евдошка, короче. Вот на Чукотке была эта. Тоже маленькая она, максимум 20 сантиметров она, темная, коричнево-черная, ну, вот можно на картинке посмотреть эту Далию. При размножении может подниматься вверх по реке, по маленькому ручью, и нерестится где-то тоже с мая по июль, как и вся прочая щука и тому подобная евдошка. Во время нереста перекрашивается в красный цвет, питание тоже беспозвоночное, в основном личинки комаров. То есть, вообще говоря, вот эти евдошки, и Далия, они полезные, они жрут комаров, надо бы их побольше разводить. Ну, понятно, что в Чукотке тоже гнус, и личинок комаров там много, и вот ими и питается эта маленькая рыбка. Зима, конечно, суровая на севере, поэтому зимой она закапывается в ил далее, и даже вмерзает в лед, тем не менее, она там спит, замерзшая и живая остается далее, пока у нее не промерзнет кровь. Вот она прямо во льду вмерзает и живая на Чукотке. Главное, чтобы кровь у нее не промерзла. На Чукотке рассказывают, что иногда собаки их там изо льда выкапывают, а она живая и прыгает. Даже оттаяла какая-то в желудке. Скорее всего, легенда. То есть, собака рыбу, короче, съела изо льда, рыба оттаяла у нее в желудке и выпрыгнула изо рта из собаки. Ну, скорее всего, неправильно. Ну, это сказки про нее. Но на самом деле, над ними опыты проводили, они действительно, то есть, если их даже хорошо совсем заморозить, могут оттаять и быть живыми. Да, это научный факт. Ну, их там любят есть собаки. Вот именно потому, что далее может просто в лед вмерзшее лежать или там в снег вмерзшее лежать и там собаки их выкапывают и едят. Ну, на Вумбра очень редкая, поэтому я картинки не привожу. Это штат Вашингтон. Она только в одном там месте, в Америке к тому же. Ну, вот это вот щукообразные всячески.